Аперкоты в голову вообще достаточно грозное и опасное оружие боксера, кто умеет ими пользоваться. Потому что я считаю, что наиболее сложно от него защититься. Большинство нанесенных апперкотов, точных апперкотов в голову, доходит до цели. Всем привет, вы на канале Тренер, меня зовут Руслан. Я тренер боксерского клуба Ударник. Сегодня я покажу вам, как бить апперкоты. Ну и начнем опять же с подводящего упражнения под апперкоты. Для этого мы стоим во фронтальном положении, руки поставили таким вот образом, локти прижали к тушу, предплечье параллельно полу, большими пальцами наверх. Вам нужно вот из этого положения прийти вот в это положение, когда предплечье становится вертикально, кулаки пальцами на себя смотрят. И плечевая часть тоже вертикальная. То есть не в таком положении, а вот такое положение. Вот это делаем как бы рывком, одновременно получается, как бьем двумя руками. Вот таким вот образом. Прямо выше подкидывайте, не останавливайте их здесь на уровне головы, а выше подкидывайте. Не можно, а нужно помогать себе ногами, да? Чуть выталкиваем вот это, помогаем. Раз, закидываем. Раз, и опять прижали. Раз, и опять прижали. Раз, и опять прижали. Смотрите, чтобы не было вот этого вот такого. Подсознательно такое вот стремиться к себе в лоб ударить. Чтобы предплечье, конечно, было вертикально. Вот это подгодобие сильное упражнение делаем. Винчивание. Одновременно вот это важное движение в винчивании кисти, да? Почему? Здесь подключается вторая часть двуглавой мышцы плеча, да, бицепса. Вот она начинает. Вот за счет винчивания подключается еще одна мышца. И получается сильнее. То же самое. Также, опять же, можно одной рукой, да? Одну руку опустили. И также раз, одной рукой. Закидываем. Добавили плеча. Доставить причем до подбородка. Из этого положения. То же самое. Кулак к себе прижали. Дальше следующий этап, да? Кулак к себе прижали. И из этого положения. То же самое, в это же самое положение приходим. То есть не надо черпать здесь, зачерпать. А только за счет винчивания. Вперед вы носите свободно. И также причем доставим до подбородка. Вот сюда. Не сюда. А проносите чуть выше. Все, кулаки подняли. Без замаха можно ударить, да? Если хотите, чтобы удар был сильнее, значит, используйте что-то типа замаха. Но замах не за счет отведения руки. Ни в коем случае не зачерпывайте вниз туда. Вот отчерпалку такую не делайте. Замах мы используем за счет вращения корпуса. Сначала плечо повернули. Плечо другой руки, не бьющей. Я даже руку опущу. Чуть плечо повернули. А при этом закрыто у вас получается. Закрыты, голова закрыта. И за это положение с ноги на ногу, весь тело переносим. Получается. И-э-э-э-э. Получается перед самым ударом. Плечо, а потом подокинули. Вот это вот что-то типа замах. Но замах, я говорю, не раскрывающий вас. Перед ударом прям плечо, удар. И вот тоже самое, плечо удар. Тоже самое за это положение. Перед ударом, перед ударом, если ходить сильно ударить, значит, плечо чуть завели и ударили. Плечо и ударили. Плечо и ударили. Плечо. Если весь тело переносит с ноги на ногу, значит, удар сильнее будет. Весь тело получается у вас удар входит. И это что касается ударов в голову апперкотов. Что касается ударов снизу по туловищу. Значит, здесь нужно сразу, опять же, положение кулака. Я всегда рекомендую положение кулака пальцами наверх. Пальцами наверх. По нескольким причинам. Во-первых, вот это ввинчивание, которое я говорил, что подключает еще одна мышца, которая увеличивает силу удара. Это раз. Второе. Вот эта самая кисть, она получает что-то типа крюка. Не по прямой линии, а небольшой крюк. А если бьем под ребро, значит, под ребро и бьем. Значит, и третья причина более практичная, может быть, более понятная. Если мы бьем снизу по туловищу под локоть, под локти соперника, под поднятые высокие локти соперника, да, или, может, не так высоко подняты, но чуть-чуть, да, и здесь есть место, куда можно просунуть свой удар снизу. И если вы бьете большим пальцем наверх, очень велика опасность, что вы этот большой пальцем сломаете об локоть. То есть ударите об локоть. Чтобы себя обезопасить, скучаем кулак пальцем, большой пальцем убираем в сторону. Это что касается именно ударов снизу, потому что потулоще есть еще, не путайте с боковыми ударами, да. Боковые удары идут, это за локоть идут туда. То есть локти узкого у соперника и за локоть идут. Тут, да, тут вот таким, тут кулак можно ставить большим пальцем наверх. Потому что вы бьете за локоть, а не под локоть. А под локоть можно травмировать, поэтому куча. Кроме того, еще одна причина, да, кулак, повернутый таким вот образом, он поплоще. Более узкое положение, чем вот такое. Здесь шире, здесь уже. Соответственно, здесь меньшее расстояние между локтем и линией пояса. Вам нужно для того, чтобы туда просунуть свой кулак. Вот это несколько причин, по которым рекомендую кулак ставить вот таким вот образом. Вворачивать, венчивать. И здесь уже без замаха никак не обойтись. Ну, замах мы делаем только поворотом плеча. Иначе у нас, чтобы руку не отводить, чтобы вот так вот не бить, да, мы используем плечи опять же. Плечо повернули. И в тот момент, когда весь тело переносит, в этот момент опускается рука и венчивает с кулак. Плечо вот таким вот образом. Это не совсем вперед, да, а чуть-чуть получается диагонально. По диагонали идет вот так, именно под ребра. Можно бить и поуже, если именно между локтем, между рук, да, не под локоть, а между рук. Ну, тогда тут можно, в общем-то, и кулак ставить большим пальцем наверх, потому что между рук. Чтобы как раз более плоский был и туда прошел, не боясь повредить большой палец об руки от предплечья соперника. Вот получается, плечо завели, раз, вкрутили и сразу вернули. Плечо, раз, туда. Плечо, удар, плечо, удар, плечо, удар, плечо, удар, плечо, удар, плечо, удар. И заранее не отводите, не черпайте. Поначалу это сложно сделать, потому что хочется зачерпнуть. Вот такие вот вещи сделать. Сильно, сильно, но долго и заметно. И мало того, вы сами в этот момент еще и открываете. Вот чтобы раньше времени не открываться, прям до последнего удерживаем кулаки у головы. И только уже непосредственно, когда поворачиваемся для удара, разворот делаем, тогда только рука у нас идет вниз и ввинчивается. Ну вот как пример на мешке, вот на таком очень удобном мешке отрабатывать, да, горизонтальный. Бывает настенная подушка угловая, тоже на ней хорошо отрабатывать. Либо груша тяжелая, высокая. Вот мы ставим в фронтальном положении и за счет поворота ввинчивание, да, и вталкивание ног. Допустим, соответственно, удар, апперкот в голову. Хотите, чтобы он был посильнее, как я говорил, да? Сначала плечо, а потом плечо, удар, плечо, удар, плечо, удар, плечо, удар. Вот таким вот образом. Это апперкот в голову. Удары снизу по туловищу, соответственно, на этом мешке никак не нанесешь. Их можно, в общем-то, на обычном мешке наносить. Удары снизу по туловищу. Обязательно получается, как я говорил, типа замаха. Но замах за счет поворота плеча. Плечо повернули, здесь скрутили. Плечо повернули, понесли. Плечо, и весь тело с ноги на ногу. Если мешок раскачивается, лучше остановите. Вы должны представлять, что вы бьете под локоть. Не вперед, а под локоть, как бы крюк под локоть. Или, другим словом, под ребро, да? Направление удара. Для этого направления мы сдаем именно кистью, да? Чуть на себя кисть заворачиваем. Это все, соответственно, удары снизу по туловищу на ближней дистанции. На ближней, ну, средней дистанции. Но никак не дальней дистанции. То, что мы сейчас показали, это наносятся удары из фронтальной, ну, более фронтальной стойки. Это, соответственно, дистанция ближняя, средняя. Но апперкот также опасен, что касается особенно правого апперкота. Значит, каким образом наносятся? Из боевой стойки. Здесь, может быть, проще, может быть, сложнее. Мне кажется, все-таки проще, чем с фронтального. Но здесь у вас положение, опять же, положение типа замаха для правого. И в сравнении с прямым ударом. Да, вот лучше сравнить с прямым ударом. Когда мы бьем прямой удар, кулак поворачиваем пальцами вниз. А здесь, получается, пальцами наверх. Кулак выходит вперед и в конце ввинчивается. Он таким вот уровнем. Сильно тоже черпать не надо. Опять же, понятно, что чем сильнее вы черпанете, тем сильнее будет удар. Но в то же время он будет и более заметным. Есть небольшое движение. Однозначно есть. Особенно, если вы бьете сопернику, который стоит в небольшом наклоне. Там руки где-то впереди. Вот таким вот образом. Все равно нужно зачерпнуть, чтобы кулак чуть ниже. Если цель чуть ниже, то без этого не обойдешься. Но сильное черпание здесь исключаете. Чтобы оно было быстро мне незаметно. Вот таким вот образом. Выше закидываете локоть. Пониже цель, соответственно, вот здесь вот. Вы ее наносите. Но все время старайтесь проносить кулак чуть дальше цели. Аперкот является не только эффективным, но и эффектным средством. Эффектный удар. Выглядит очень эффектно. Чистое попадание. Я сам в свое время, когда боксировал когда-то, на самом деле апперкотами не пользовался. О чем я сейчас очень жалею. Но тогда меня не учили. В настоящее время апперкотами стали пользоваться гораздо чаще. Я смотрю, бои стали интереснее и зрелищнее. В том числе за счет того, что стали чаще применять апперкоты. На этом все. С вами был Руслан. Принятый боксерский клуб «Ударник». Приходите к нам на тренировки. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok